Клево! Русский стиль учит превращать в оружие любой предмет, независимо от того, нож, отвертка, заточка или даже вилка. Все определяется наличием центра масс. В случае вилку берем именно ближе к концу, так как здесь находится центр масс. Вот из этого положения обратным хватом втыкаю вилку. Вот сейчас вилка прямо воткнулась в глаз. Еще раз показываю. Шести шагов. А теперь это с двух шагов прямым хватом. Прямо входим и втыкаем гвоздь, гвоздь сотка с этого положения. Одновременно метание несколько ножей или же несколько гвоздей. Система спецназ включает в себя методы самообороны и методы нападения. Отличительная особенность системы от спортивных единоборств. Система создавалась для сотрудников спецподразделений НКВД и военной разведки. И в первую очередь речь идет о так называемом импровизированном оружии, которое может использоваться как метательное и как атакующее. Что такое холодное оружие? Это устройство, средство, приспособление, предназначенное для поражения противника. С использованием мускульной силы. Например, это может быть та же самая простая вилка. Вы можете где-то сидеть в ресторане и вдруг начинается экстремальная ситуация. Метаем вилку. Также можно использовать при метании ручку. Но это не просто ручка, так называемая тактика. Первая дистанция безоборотная. Входим и... Речь идет о скрытом импровизированном оружии. Тактика специальная ручка. Это может быть специальный нож, который так же мы как можем метать, дать прикурить, кинуть, например, в глаза. После этого отвлечь внимание на своих чувствах и ударах. В жизни, во время любого конфликта, вдруг неожиданно у человека из-за спины может появиться нож. И любое пропущенное движение на вас, будь то подрезающее, будь то колющее, может быть смертельным. Подрез, удар. Тема боя с оружием. Любым подручным средством. Отличительные особенности прикладного боя от спортивных единоборств. Это в первую очередь работа с оружием. Работа с оружием. На первое место ставится, конечно, огневая подготовка. Подготовка. Тренируем указательный палец. Но в первую очередь тренируем мозги. И спецназ ГРУ, спецназ военной разведки. Это в первую очередь интеллектуальная подготовка. Это не ведение открытого противостояния, кость-кость. Когда закончились патроны, отказало оружие, в ход идет уже подручные средства. При метании используются гвозди или же электроды. И есть специальные другие методы для метания подручных средств, поражения цели на ближних и дальних дистанциях. Когда закончились патроны, или же проблема отказала оружие, мы применяем подручные средства. Костя, такая нашивка. И отсюда... Вилка. Попробуй вилку. Ты видишь? Да. Так вот, можно с трех-четырех шагов вилку просто в глаз вогнать. Даже если вилка куда-то сюда воткнется в щеку, в нос, а если в глаз вообще, в шею. Вот просто можно вот эту вилку... Что с человеком будет? Это будет шок. Это будет шок. Представляете, вилка торчит в щеке. Но это просто шок. Человек может от шока, он даже просто умереть может. Это очень редко дистанция. Когда мы не подпускаем противника, оппонента, и с этой дистанцией... ...с этой дистанцией мы можем... Это область горла, не говоря, там сердце, и глаза его чувствуем. И вот с этой дистанцией, вот нож вот так вот втыкать. Представь, что этот нож твой, просто входишь его туда, и со всей силы его туда, просто вот туда вгоняешь. Ты видишь, я выхожу, я ушел. Даже представляю, что у тебя там что-то может быть нож, пистолет. Я ушел, ухожу в сторону, и вот видишь, четко тебе нож бросая, вот так он вошел бы в горло. Клево. 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 Продолжение следует...